Бросила курить, постоянно хочется сладкого. Почему? Ну, давайте так, любая зависимость – это подавляющее отношение с родителями. Если мы говорим про зависимость, которая касается сигарет, то есть сигарета для нас бессознательна, как грудь матери. Когда ребенок рождается, первичная его еда и первичная для него любовь и отношение с матерью происходит через грудное вскармливание. Поэтому очень часто мы завязываем эту привычку постоянно как будто досасывать материнское молоко. И когда мы бросаем курить, нам это молоко все равно нужно, такое тепленькое, сладенькое, вкусненькое. Поэтому очень часто именно табачная зависимость перерастает в зависимость сладкого. Там везде в основе лежат отношения с матерью. И вот это самое такое взросление, где мы питались материнским молоком. Поэтому если вы хотите прекратить курить, если вы хотите прекратить поглощать сладкое, сколько вам захотелось затянуться или положить в рот сладкое, вкусное, теплое, влажное, похожее на материнское молоко, позвоните мамочке, попросите мамочку сказать вам, как она вас любит, вам может полегчать. Ну и если вдруг так случилось, что мамочки рядом нет или нет сейчас возможности, чтобы она вам это сказала, дайте сами себе какую-то любовь. Как конкретно здесь действовать? Запишитесь на массаж к женщине, которая очень похожа на вашу маму, пусть она вас помассирует. Сходите в кино про любовь. Не знаю, пойдете, погатайтесь на детских горках. Ну то есть дайте своему внутреннему ребенку, своей маленькой девочке или своему маленькому мальчику вот эту самую заботливую материнскую любовь. Тогда и сигарет будет хотеться меньше, и сладкого есть меньше. Но глобально у меня есть расстановочный марафон «Тело к лету». Мы на нем вот эту психологическую травму прорабатываем. Приходите, обнимаю и не забывайте любить себя очень-очень сильно.